Казахстанцы помогают жителям Риддера, пострадавшим от пожара. Организованы специальные штабы, где проводится сбор необходимых вещей и продуктов. Первые благотворительные караваны уже отправляются в Риддер. Предприниматели семьи перечисляют средства и отгружают продукты питания. В штаб местного филиала партии Нур-Отан неравнодушные жители семьи привозят необходимые продукты и вещи. Уважаемые земляки, все мы знаем, какое происшествие произошло в городе Риддер. Поэтому мы организовали штаб в офисе партии Нур-Отан. Каждый желающий может оказать помощь продуктами, питания или вещами. Еще несколько дней наш штаб будет работать по сбору, после чего его отправят в Риддер. Две машины с продуктами уже отправлены. Молодежь в семье также проявляет активность и сопереживает жителям Риддера. Они оказывают поддержку не только на словах, но и на деле. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы волонтеры молодежного крыла Жизутан оказали посильную помощь. Считаю, что волонтерская работа должна осуществляться не только как моральная поддержка, но и обеспечение продуктами питания. В семье активно работают около 50 волонтеров при нашей организации. Они совместно с депутатами и предпринимателями помогают собрать гуманитарную помощь. Такие происшествия, как пожар, неожиданные. Поэтому в трудной ситуации поддержку оказывают и районы области. К примеру, Абайский район выделил более 2 миллионов тенге и собирает гуманитарную помощь. От имени жителей Абайского района я хочу сказать, что мы сопереживаем. Пусть все будет хорошо. Совместными усилиями сельчан Абайского района мы собрали 2 миллиона 90 тысяч тенге и перевели их на специальный счет. Также планируем, что будет оказана гуманитарная помощь. Все вместе мы преодолеем этот тяжелый период. В единстве наша сила. В благом деле принимают участие и жители села Кукпикта. На этой неделе открылся Центр помощи пострадавшим от пожара. Собранные продукты будут отправлены в Риддер. Открылся офис для сбора помощи пострадавшим от пожара в Риддере. В этом офисе сейчас идет работа. Собранные продукты в ближайшие два дня будут отправлены в Риддер. Помощь приходит и из других регионов страны. В Шымкенте также создан штаб, где жители призвали помочь восточно-казахстанцам. Жители Шымкента активно идут в штаб, чтобы оказать посильную помощь. 11 числа, узнав об объявлении чрезвычайного положения в городе Риддер, мы обратились к народу. Был сформирован штаб, который показал, что город Шымкент с Риддером. Начался сбор помощи. В субботу в Риддер отправится наш грузовик с продуктами. Хочу еще раз сказать, что молодежь Шымкента вместе с Риддером. Помощь от государства представляется, конечно. Но мы понимаем, что и с нашей стороны должна быть поддержка. Пусть люди не унывают, пусть будет благополучие, чтобы люди поскорее вошли в свои дома. Так казахстанцы показали, что они с Риддером и объединились, чтобы оказать помощь пострадавшим от пожара населению.